По состоянию на 14 сентября в Одесской области зарегистрировано 9 693 случая коронавирусной болезни, подтвержденные методом ПЦР. Инфографика по Украине представлена на слайде. Ситуация по Одессе. В городе зарегистрировано 4 101 случаи коронавирусной болезни, из которых 193 пациента находятся на стационарном лечении в городской инфекционной больнице. Все жители Одессы. 38 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации без ИВЛ. 1 пациент на ИВЛ, 4 пациента на СИПАПе. У 150 пациентов в состоянии средней тяжести. Всего выздоровевших от коронавирусной болезни зарегистрировано 1536 человек. Процент выздоровления в городе на сегодня составляет 37,5%. По состоянию на 14 сентября в городских лечебных учреждениях на стационарном лечении находится 527 пациентов с пневмонией. В инфекционной больнице 323 пациента с пневмонией. В 5 ГКБ находится 103 пациента с пневмонией. 2259 пациентов из числа жителей города проходят лечение на дому. Находятся на самоизоляции. Проводится регулярное контрольное тестирование всех пациентов. Летальных случаев по городу 64. На прошлой неделе зарегистрировано 4 летальных случая в коронавирусной болезни. Четверо мужчин от 65 до 70 лет 1, старше 70 лет 3 человека. Все пациенты страдали тяжелой сердечно-сосудистой патологией. У двух пациентов развилась острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая осложнилась течение острой коронавирусной инфекции и привела к летальному исходу. В двух случаях развились признаки тромбоэмболии легочной артерии. Все пациенты, находившись в реанимационном отделении, получали лечение в полном объеме согласно протоколов оказания медицинской помощи. Статистика по летальности. В мире 3,6%, по Украине 2,1%, по Одесской области 1,5%. Рост заболеваемости по COVID и госпитализации в инфекционную больницу представлен на слайдах. В связи с увеличением количества больных с COVID-19, выполнена реорганизация оказания медицинской помощи для высвобождения дополнительного коечного фонда инфекционной больницы. НСЗУ приняты к рассмотрению документы на заключение договоров по пакетам COVID с 1 и 10 больницами. Сводка по различным методикам диагностики COVID. ИФА-тестов сделано 22 661. Из них иммуноглобулины Н 13 728, положительных 754. Ги 8 933, положительных 389. Тестов ПЦР 18 020. В связи с перебоями ПЦР-лаборатории, ПЦР-тестов поставщики в Одесской области, Центр МОЗ Украины, возникли сложности с диагностикой ПЦР, что отражилось на загруженности коечного фонда больниц. Продолжается ИФА-обследование студентов всех вузов города, заселяющихся в общежития. Определен период заселения с 25 8 по 19 09. Определено общее количество 14 500. Всего обследовано 4 337 студентов. Охват на сегодняшний день составляет 30%. За неделю проведено обследование у 2701 студента. Планируется дальнейшее обследование студентов согласно графику заселения. Родильный номер 2 размещает беременных женщин с подозрением на COVID и с COVID. Подтверженный COVID у двух пациентов. Продолжает работу 4 городские мобильные бригады Центра неотложной помощи для проведения на дому тестирования быстрыми тестами на COVID и забора биоматериала для проведения ПЦР-диагностики пациентам, находящихся на амбулаторном лечении. Бригадами за весь период проведено 6904 тестирования на COVID. За последнюю неделю тестов ПЦР-177 и экспресс-тестов 25. Полностью укомплектована 5-я мобильная бригада, которая начнет работу на текущей неделе. По состоянию на 14 число с начала карантина под наблюдением семейных врачей в Центре первичной медико-санитарной помощи переданы 4162 человека, из которых закончили наблюдения 3750, за последнюю неделю 280 человек. 9 сентября текущего года в Одессе мониторинговой группой, созданной приказом Министерства здравоохранения Украины, от 4 до 9 был проведен анализ обеспечения лечения больных на острую респираторную болезнь COVID-19. В состав мониторинговой группы вошли специалисты Министерства здравоохранения, Национальной службы здоровья, государственных служб, высших учебных заведений и экспертного центра. Результаты проведенного анализа будут представлены 15.09. За последнюю неделю в 5-ю ДКБ поступило 50 кислородных концентраторов. В инфекционной имеется 50, в 1-й 44, в 10-й 50 и в роддоме номер 2-2. Также ожидается поставка 44 кислородных концентраторов в 11-ю больницу. Всего в настоящий момент у нас в наличии 196 кислородных концентраторов. Постоянно идет процесс тестирования медицинских работников на ИФА и ПСР. По состоянию на 14.09. по области заболело 236 медицинских работников, выздоровело 106. Касательно материальной помощи медицинским работникам, перенесших COVID, 40 медработников, которые лечились от COVID в стационарах, в том числе родственники одного умершего, получили материальную помощь на общую сумму 500 тысяч гривен. Сейчас решается вопрос об оказании материальной помощи оставшимся медработникам, которые лечились от COVID амбулаторно. Спасибо за внимание.